И всем привет, ребят, с вами Мастер Ванька, я сегодня записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен разговорной тематике, на заднем фоне мы, конечно, что-то что-то поиграем, сегодня я хотел бы вместе с вами обсудить холодный старт, именно тот самый замечательный старт, который у нас уже анонсировали где-то две недели назад и в, получается, предыдущий четверг, на уже, можно сказать, прошлой неделе. У нас в игре появилось это замечательное обновление в игре, это обновление, в котором теперь у вас есть время на подготовку к бою, на возможность дольшей собранности и прогрузки, если у вас, например, не сильный компьютер, то у вас есть время загрузиться полноценно в бой, В каждом режиме это время разное, но самое большое это у нас одна минута на готовность, то есть с 15 до 14 минут в бою нету, ну, например, в регби мяча, да, то есть в каких-то режимах не появляются флаги, в штурме там тоже не появляются у нас, получается, флаги. В TDM даже есть 30 секунд на момент старт боя, хотя для меня, честно, это непонятно, почему. Там это время имеется, единственный режим, в котором нет холодного старта, это режим, я так понимаю, DM, да, во всех остальных режимах этот пункт есть. Ну и я бы хотел обсудить с вами, насколько сильно это обновление вообще повлияло на наш матчмейкинг, что я думаю по этому поводу, очень многие ребята у меня спрашивали, Ну и я скажу сразу, что это обновление, ну не какое-то, знаете, там супер там критическое или еще что-то в этом духе, для тех ребят, которые более быстро прогружаются в матчмейкинг, у них просто нету теперь возможности быстрой доставки. Я, если честно, холодный старт бы для себя видел немножко другим образом, я думал, что 15 минут игрового времени останутся 15 минутами, и весь холодный старт это будет дополнительное время, которое, например, будет показываться на таймере, да, то есть вот загрузился в бой, да, у тебя там написано 30 секунд до начала игры, да, большими там буквами там на четверть, например, экрана, сверху бы вот так вот у нас бы, например, сверху бы показывалось, что там до начала боя столько-то времени, как это у нас есть, например, в ВОТе, да, и в других играх подобного формата. Но разработчики у нас сделали немножко по-другому, и вы запикиваетесь в обычную 15-минутную катку, и просто у вас нету либо меча, либо килы не идут в зачет, либо нету флага, и когда проходит минута, например, в регби, минута в штурме, либо там 30 секунд в тдмке, у вас появляется табличка сверху, где написано, что бой начинается, и поехали рубиться и наваливать. То, что изначально говорили ребята, что, например, там не будет идти в зачет опыт, не будет в зачет идти там килы, очки, да, то есть не будет ничего плюсоваться, я сразу сказал, что такого быть не может, ведь те ребята, которые быстрее прогружаются, они 100% должны получать, ну, те, те, тот опыт, те килы, да, которые они делают. Не может быть такого, что ты загрузился быстрее, уничтожая противника, и за это ничего не получаешь. Хотя были такие ребята, которые так говорили. Матвею привет! Который очень сильно на этом настаивал и говорил, что я, мол, не прав. Ну и, по сути, это чуть-чуть, чуть-чуть обновление изменило положение тех ребят, которые дольше прогружаются, и раньше сталкивались с такой ситуацией, что ты прогружаешься полностью в бой, а уже там привезли один, может, два там флага, да, на маленькой карте. Сейчас у тебя таких ситуаций будет значительно меньше, у тебя есть возможность прогрузки и понимание, да, что происходит на карте. И уже ты, как бы, полноценно стартуешь и начинаешь свою игру в бою. Но я, честно, да, с вводом такого обновления начинаю сразу задумываться о нулевом уроне, да, и продолжаю думать об этом нулевом уроне. И думаю, что, ну, когда же его уже будет делать меньше, потому что мне все-таки, ну, такое обновление не сильно бьет, да, то есть и не как-то там негативит, ведь даже самого бывает то, что не так быстро у меня прогружаются в бой, и это вполне адекватное обновление, чтобы все игроки находились в какой-то мере в равных условиях. Но нулевой урон это до сих пор та функция, которая вызывает у меня негативные эмоции. До сих пор я очень жестко высказываюсь по этому поводу. Мне серьезно не нравится, я говорил это всегда, мне не нравится то, что я запушиваю рез противника и не могу нанести по нему урон. Я считаю, что это несправедливо, и в очередной раз я хочу сказать то, что мне очень сильно верится и хочется, чтобы у нас, по крайней мере, в игре сделали меньший промежуток времени этого нулевого урона. Если у нас делаются такие обновления, которые приравнивают игроков и дают возможность прогрузки, то почему, например, крип, либо не крип, должен иметь 5 секунд сейва, когда я стратегически грамотно выпушиваю респ и стараюсь там доставить мяч или еще что-то. Почему тип с респа вот на такой карте может просто встать на шток, и я не смогу ему нанести урон. Соответственно, я не буду наносить, он будет наносить, и я не смогу доставить. Я считаю, что это полный бред, полный абсурд, и эти 5 секунд, да, или сколько там у нас, 6 секунд нулевого урона, это то, что уже давным-давно пора убирать, либо делать меньше, да. Окей, я был бы согласен, если бы этот нулевой урон был бы, как, например, в демке, там, 2 секунды, там, 3 секунды. Хорошо, я не против, но какие 6 секунд нулевого урона? Скажите мне, какие 6 секунд? Это крайне, крайне много. И этот момент мне безумно, безумно не нравится. А по поводу холодного старта, ну, в принципе, моя позиция, наверное, такая же, как и у большинства. Это неплохо, но я бы сделал бы ее немножко по-другому. Как, в принципе, я уже, наверное, все рассказал. Она довольно неплохую каточку у нас запикала, если честно. Попробуем сейчас еще ее быстро выиграть. Похоже, даже мы сейчас этот последний замечательный флажочек уже, вернее, не флаком мяч доставим. Я на своей любимейшей торпеде. Да, ну и быструю доставку мы тоже делаем. Поэтому, друзья, интересно было бы узнать ваше мнение по поводу холодного старта. Да, я, честно говоря, ну, вроде как-то так он назывался, холодный старт. Может, я даже ошибся, и на самом деле это не холодный старт, а оно как-то по-другому называется. Может, даже я быстро сейчас залечу, проверю, дабы я тут ерунды не набазарил. А то потом мне скажут, что я, как всегда, дурачок, сказал не то, что надо. Да, матчмейкин, короткий период времени, продолжает паре руля. Ну да, вроде холодный старт он так и называется. В джаггернауте у нас его нету, и в дмке у нас нету. В тдме 30 секунд, в цп 45, в цтф, в штурм регби 60, в осаде 45, и режим тим джаггернаута 30 секунд. В соло джаггере нету, и в дмке нету. Как-то так, друзья. Пишите, что вы думаете по поводу холодного старта. Пишите, что вы думаете по поводу наболевшей темы с нулевым уроном. В очередной раз было бы интересно услышать вашу точку зрения. Если согласны с моей позицией, то напишите по этому поводу тоже в комментариях. Ну и если согласны, поддержите видео ролик лайком. Мне будет очень приятно. Ну и также не забывайте подписываться на канал, нажимать на колокольчик, дабы не пропускать новые видеоролики. Ну а с вами был мистер Ванька, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.